Апокалипсис В данном фильме мы увидели сексапильную Псайлок И теперь настало время поподробнее узнать об этом персонаже Итак, мы начинаем! Псайлок Псайлок, она же Элизабет Бетси Бреддок Вымышленный персонаж комиксов издательства Marvel Comics Которая встречается во многих комиксах данного издательства Псайлок создана писателем Крисом Клермонтом и художником Хербом Тримпом Ее первое появление произошло в восьмом номере Капитан Британия в декабре 1976 года Изначально она была второстепенным персонажем в приключениях ее брата-близнеца Капитана Британии И иногда его заменяла Позже она стала мутантом супергероини Псайлок Элизабет Бреддок родилась в Англии, в маленьком городке Мелдор, графстве Эссекс Бетси была вторым ребенком сэра Джеймса Бреддок Она, ее брат-близнец Брайан и старший брат Джейми имели хорошую жизнь в богатой семье К моменту смерти их родителей Бетси являлась запасным пилотом Однажды она и Джейми были взяты в заложники агентами Красного Черепа И освобождена Капитаном Америка и Капитаном Британии В котором Бетси узнала брата Брайана В то же время Бреддок обнаружила в себе способность предвидений Она перекрасила свои волосы в пурпурный цвет и стала моделью А ее способности выросли и включили в себя телепатию После этого агент Мэтью завербовал Бетси в пси-дивизион удар Где она стала любовницей Тома Ленокса Когда реальность была изменена силами Джеймса Джасперса Том пожертвовал собой, чтобы дать время Бреддок сбежать от группы охотников на супергероев После нескольких месяцев Бексен заманил Бетси в западню со Слеймастером Который жестоко избил ее и вырезал глаза Брайан прилетел спасти ее и убил Слеймастера После этого Бетси уехала в Швейцарию для выздоровления Однако там она была похищена Моджо Который промыл ей мозги, вставил кибернетические глаза и прославил ее в качестве звезды В ее новом шоу Дикие пути под именем Псайлок Брайан и новые мутанты спасли ее После чего Бетси переехала в особняк Людей Икс для восстановления Во время боя с мародерами она себя прекрасно показала И была приглашена стать членом команды Люди Икс В Валенсии Псайлок погибает в битве с Варгасом Защищая Роук и Хэнка, тяжело раненых в битве Брайан, Бреддок и Меган забрали целую Псайлок из Испании Она была похоронена в семейном склепе Бреддоков А зверем был построен мемориал в особняке Икс Через год после смерти Бетси очнулась там, где умерла Ничего не зная о том, как выжила и вскоре воссоединилась с Людями Икс После событий второго пришествия Псайлок наряду с Дэдпулом, Фантомиксом и Архангелом Была выбрана Росомахой для новой команды Сила Икс Одним из условий вступления в которую было то, что никто не должен знать о команде Псайлок использовал свою телепатию, чтобы помочь Уоррену контролировать личность Архангел в его голове Которая желала восстановить их прежние отношения Первая миссия команды была установить местонахождение и убить апокалипсиса, который переродился В своем теле Псайлок имела широкие псионические силы и соперничала с другими мутантами, имеющими высокий уровень подобных сил Телепатия, психическое сканирование, пси-стрела, психовзрыв, предсказания, эффект бабочки, психический нож Вот неполный перечень способностей Псайлок Кроме этого она является мастером различных боевых искусств Впервые в кино Псайлок в исполнении Мелинг Меланкон появилась в фильме Люди Икс Последняя битва Там она состоит в братстве злых мутантов Магнета Вместе с Омегой пыталась убить создателя лекарств от мутаций, но его спасает его сын Архангел Была уничтожена Джина Грей Второй раз появляется в фильме Люди Икс Апокалипсис, где ее играет Оливия Ман В этом фильме Элизабет Бретток сотрудничает с Калибаном, который использует телепатию Псайлок для заработка Когда Апокалипсис приходит к ним, Псайлок становится его всадником и дает наводку на Ангела Псайлок, Апокалипсис, Шторм, Ангел и Магнета приходят в школу Ксавьера и забирают профессора Когда Люди Икс прилетают в Каир, Псайлок сражается со зверем Затем она и Ангел гонятся за самолетом Людей Икс Тот повреждается и Псайлок спрыгивает, падает и теряет сознание Очнувшись, она видит, что Апокалипсис повержен и уходит Ну и на этом все, не забудьте подписаться на канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте комментарии, делитесь с друзьями, любите комиксы, пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok